Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вторая часть, мы можем ее назвать как бы разделение, кто такие рабы послушания и кто такие рабы греха, и какие последствия для нас имеет это значение, кому мы сегодня принадлежим, или из кого сегодня состоит вообще все человечество. И как мы видим с вами, что шестая глава начинается с первого стиха о том, что что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножить благодать. Ну и он отвечает апостолу Павелу в этой полемике как бы самим собой, он размышляет вслух, и в то же время он размышляет для того, чтобы вот это послание, письмо было понято, потому что здесь он как бы открывает очень важные истинные, очень важное откровение, которое он получил от Духа Святого для того, чтобы и нам, до нас довести это все для всех будущих поколений христиан. Конечно, в первую очередь для первоапостольской церкви. Но как мы понимаем, что в пятой главе мы видим, что начинается вот то, что здесь продолжается в первом стихе, начинается в пятой главе с 18 стиха. Просто я хочу немножко чуть-чуть более ввести в тему нас и посмотреть, что здесь рассуждение Павла с 18 стиха. Мы читаем посему или поэтому, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду одного всем человеком оправдания к жизни. Здесь мы с вами понимаем, что речь идет о двух Адамах. О Адаме в Эдемском саду, о первом человеке человечества, который стал родоначальником. И именно этот родоначальник их принес всем людям или всему человечеству, можно сказать. Он принес осуждение, он принес через грех, принес смерть вместе со своей женой Евой. Конечно же, о втором человеке, который пришел с неба, это тот, который принес нам, который сам пришел как благодать на благодать, это Иисус Христос. Поэтому через него, через него веру, в него веру, то, что он является светом миру и спасителем, мы знаем это. И дальше, вот 19 стих говорит, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. И на самом деле все это как бы пророчески исполнилось. Если мы сейчас оглядываемся на всю историю человечества, мы понимаем, что две тысячи лет назад, с первым пришествием Иисуса Христа, человечество обрело веру, надежду жить уже, а не только заканчивалось здесь жить на этой земле, и человек не мог войти в небо, но он открыл эту дорогу нам же Господь наш, Спаситель наш Иисус. И мы благодарны, что мы, многим из нас он дал веровать в себя и нашел нас на этой земле. И дальше, вот 20-21 стих как раз подводит нас к первому стиху 6 главы, он говорит, закон же пришел после. То есть закон, какой закон? Закон Моисеев, да, он пришел гораздо позже, после того, как произошло вот это преступление стороны первого Адама. И таким образом умножилось преступление, оно умножалось. То есть с каждым поколением грех все более возрастал, умножался на земле. И сегодня, как мы понимаем, уже через столько тысяч лет, что земля сегодня напоминает просто страшное адское зрелище, потому что грехи мы видим во всем, начиная с малых детей и кончая стариками. И мы видим, что одновременно с этим, и тогда уже во времена Павла начала произобиловать это благодать пришествия Иисуса Христа. И сегодня эта благодать, она произобилует, хотя людей-то мало у верующих по сравнению с неверующими, но благодать и свет Христов все равно проникает, побеждает и продолжает через его церковь, через мессианский остаток, то есть продолжает совершать вот эту вот благодать Божию на земле. И мы видим с вами, что действительно тот, кто думает, что грех и благодать могут совмещаться или жить вместе, такого не было, никогда и не будет. Поэтому когда мы видим, что благодать, она произобилует сегодня, это милость Божия, это дар Божий, который позволяет нам быть прощенными, позволяет нам ходить сегодня в свободе Христовой, и жить по его заповедям, это действительно большая радость для нашего сердца, те, кто испытали эту благодать. Люди, для которых сегодня это закрыто, они ослеплены, для них это слово вообще ничего не говорит. А для нас с вами это имеет огромное значение, потому что мы прощены через эту благодать, через Иисуса Христа нашего, потому что ничто другое нас бы никогда в жизни и никто не мог спасти. Мы бы так и остались мертвыми навеки. И поэтому, когда мы смотрим второй стих, здесь говорится, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Но, то есть кажется, действительно, получается иногда, как у нас, и это так было с первыми христианами, которые уверовали, которые прошли покаяние, Господь, они встретились с Господом, они увидели вот эту благодать Божию, но в то же время они не понимали, что с ними происходит. Иногда они попадали часто в греховные какие-то состояния свои, и тогда получалось как бы противоречие. То есть на самом деле, как он говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Как же мы можем продолжать жить в нем? И вот здесь он начинает вот эту полемику для того, чтобы понять лучше, что же с нами произошло, с теми, кого Господь спас, кому Он дал освобождение от греха и смерти. И вот здесь мы с вами читаем в третьем стихе, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть вот здесь мы с вами, начинается тема крещения во Христе Иисусе. То есть это очень важная тема или учение, которое Господь даровал своим спасенным через Святое Писание. И благодаря этому учению действительно мы понимаем, что крещение – это очень важная часть нашего спасения, хотя многие утверждают, что крещение, оно не спасает. Крещение – это как обычный такой обряд. И как бы он особо не влияет на то, как мы будем лежать с Господом на небе, войдем ли мы в Царствие или нет. И до сих пор, я думаю, уже прошло 2000 лет. И поэтому много было разных взглядов на этот вопрос, потому что мы знаем сегодня во многих религиях по-разному понимается сегодня это крещение. Ну, я имею в виду христианские динаминации. То есть если мы берем католиков, если мы берем православных, и само действие, это священное действие проводится совершенно по-разному, не по-библейски. И, может быть, оно и преследует цель очищения, освящения, омовения, но на самом деле оно, так как оно не проводится, так как совершалось это крещение, вот давайте посмотрим, мы вместе с вами откроем Евангелие от Матвея. И вот посмотрим, как вот совершалось это крещение, потому что это очень важный вопрос, чтобы понять, как вот эти вот корни самого крещения, как они, от кого исходили, как это все было. И вот мы просто с вами напомним для себя, для каждой, для себя напомним, это третья глава Евангелия от Матвея. И здесь мы видим с вами, что на первом плане здесь выходит Иоанн Креститель, даже его имя, которым его назвали, потому что он был инициатором вот этого крещения для евреев, для того, чтобы евреи пришли и покаялись. Многие евреи, фарисеи, книжники и другие, действительно, они услышали этот звук. Многие простые люди услышали. И они пришли креститься к нему, к Иоанну. Вот здесь описывается и садуке, и шли к нему. И для чего они шли? Для того, чтобы они были омыты от своих грехов. Они знали, что они совершают немало грехов, и они пошли на это. Я думаю, что само вот этот акт самого крещения, он не новый. Вообще, прообразом крещения является, что при храме находилась такая большая емкость, которая называлась морем, и туда приходились крещенники, как перед тем, как начинать свое служение именно на территории храма, они должны были омыться, омыться, омыть ноги, руки, и только потом начинать служение. То есть это как бы тогда они не омывали себя от грехов, но они просто омывали себя от нечистоты, всякого рода нечистоты, потому что они приходили, они были посвященными левитами, священниками. Для того, чтобы совершать это важное служение, нужно было быть чистым, и одежда должна быть неная, и все многое другое должно было быть очень чистым. Поэтому нечистота и святость, они несовместимы, и мы понимаем, что это было очень важным событием. Здесь же речь идет именно не о мысли от нечистоты, а именно для того, чтобы покаяться в грехах через вот это символическое погружение в воду. То есть бахтизма, мы знаем, это греческое слово, которое означает, что это погружение в воду для того, чтобы символически умереть для старой жизни, оставить грехи в этой воде и выйти для того, чтобы больше не повторять и не делать тех грехов, которые человек творил и делал в своей жизни. И здесь же мы видим с вами, что каким образом реагирует сам Христитель Иоанн, он говорит в 9 стихе, «Не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камня сих воздвигнуть детей Аврааму. И уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь». То есть и здесь мы с вами видим, что действительно он предупреждает их, чтобы они не думали так легковесно, что вот они сейчас совершают вот этот такой обряд, и вот они выйдут, и они будут чистыми, и все, и они как бы расплатились с Богом, все нормально у них будет, и они будут праведными в глазах Бога. Но он их предупреждает, потому что он знал, какую жизнь они проводили, он знал многие детали жизни, Иоанн Креститель знал про своих израильтян, и их взгляды знал, и поэтому он так мог смело сказать и говорить им о том, что уже секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь. Но здесь сразу же он предупреждает, что его крещение – это только лишь начало того крещения великого, который принес на эту землю наш Господь Иисус. И поэтому мы с вами видим, что он говорит, что «я крещу вас в воде в покаянии один стихих, но идущий за мной сильнее меня, и я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Поэтому мы с вами на самом деле понимаем, что это было лишь начало, он только был предтечей для того, чтобы представить идущего за ним Иисуса Христа, который именно должен был показать и через то крещение, которое у совершилось. В это время вот дальше мы читаем. Вот пришел наш руководитель, и я, наверное, уже передаю тебе слово, да? Не, Падочка, закончи свою мысль, то, что ты хотел сказать. Хорошо, да, я тогда закончу вот эту мысль о крещении. То есть здесь мы видим, что сам Господь говорит такие слова в 13 стихе. Он говорит, тогда приходит Иисус из Галилеи на Орданке Иоанну креститься от Него. Иоанн удерживал Его и говорил, мне надо накреститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает Его. То есть мы с вами понимаем, что Иисусу нашему Господу не надо было, Сыну Человеческому в то время не нужно было проходить даже акт этот символический, потому что Он на самом деле был уже Сыном Человеческим, безгрешным, Он был Бога-человеком, и поэтому это крещение лишь представляло о Нем, что Он с этого момента посвящает свою жизнь служению, как Иисус Израиля. Вот это главная цель, почему Он должен был покреститься, и здесь мы с вами видим, что Он действительно согласился Иоанн крестить и это сделать, и мы видим, как Его поддержал, приходит Дух Святой, где голубя садится, которая тоже помогает понять, что с этого момента Дух Святой будет не отходить от Его ни на шаг и будет давать Ему силу для многих великих дел, которые Он совершит во время своего трехлетнего служения для народа Израиля. Ну и Отец, который, конечно, сказал с небес, Отец Небесный, вот здесь мы видим Триединого Бога, и Который говорит с небес «Те есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». То есть вот оно подкрепление, что Господь был поддержан двумя лицами Святого Триединого Бога. Ну, тогда продолжай, пожалуйста. Спасибо. Слава Богу, слава Господу за эту главу, что мы начали разбор. И сейчас мы на каком стихе? Какой стих мы сейчас будем? Сейчас мы на третьем. То есть третьем уже разобрали, да, сейчас? Ну, можно, может быть, ты что-то тоже хочешь добавить, что я не сказал. Хорошо, да. Ну, я думаю, друзья, да, что эта глава очень, конечно, важна. Она связана с предыдущими главами. И то, что тут апостол Павел, да, с чего он тут начинает, он говорит тут о уже учении, которое было в первом веке нашей эры, когда говорили, чтобы было больше благодати, надо как бы оставаться во грехе. То есть, представляете, такое учение было. И как это ни странно, сегодня такое учение тоже присутствует в разных динаминациях, конфессиях, сектах, культах. Вот, поэтому оно и прямо звучит, как тут написано, и звучит иногда более так вот, более прикрыто, так сказать. Вот, поэтому такая вот реальность есть. И поэтому это полная ложь, да, то есть, так Бог не учит нас. Да, почему? Да, запись уже идет, запись уже идет. Вот, и почему это важно, друзья, потому что в третьем себе написано, неужели не знаете, что мы умерли для греха, да, как же нам жить в нем? То есть, получается парадокс, да, то есть, те уже учителя говорили, что нам, да, нужно жить во грехе, и тогда будет больше благодати Божьей. Но Павел задается вопросом, как так может быть, потому что мы должны быть мертвыми для греха, друзья, да. вот, и потом, опять видите, он очень часто задает вот риторические вопросы, да, и ответы для нас, как бы, ясные, понятные. И затем мы видим, что он говорит, что мы, все мы, так кто мы, то есть, все верующие, христиане, евреи, неевреи, одно в теле Божьем, в теле Христа, в Церкви Божьей, крестившегося во Христа Иисуса, смерть его крестились, да, то есть, через святое водное крещение мы, получается, что мы, мы крестимся в смерть Господню и воскресение Господне, видите, да, то есть, вот это есть священное действие, да, то есть, святое крещение, это священное действие, вечерие Господне, это священное действие. Я также понимаю, может быть, кто-то не разделяет такого понимания, я верю, что также заповедь и пример, которую оставил нам Господь, умытие ног – это тоже, да, священное действие. Потому что многие верующие так не видят этого и не считают, но я вижу, что, да, говорится в Писании, Иоанна 13 глава, это именно как раз священное действие. Почему? Потому что Господь его усовершил именно как раз вот перед Пасхой, перед своими крестными страданиями, как раз в связи с вечерей Пасхой. Вот это умытие ног – это действительно несет в тебя глубочайший духовный смысл. И теперь, друзья, мы переходим к раскрытию этой мысли о смерти и воскресении Господа. И мы умираем и воскрешаем для Господа словами 4-го сиха. И так мы погреблись с ним крещением смерть. Дабы, как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленные жизни. То есть, видите, да, Павел открывает смысл вообще веры нашей, да, это обновленная жизнь. И это есть крещение в смерть, да, вот это выражение, крещение в смерть, оно очень глубокое. Оно указывает на духовный глубочайший смысл, верно? То есть, и мы достаточно нечасто встречаем это выражение в Новом Завете. И мы далее видим, что апостол Павел говорит, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то есть, кого? Господа Иисуса Христа, Ищуа Мащиха, то должны быть соединены и подобием воскресения. Видите, подобием воскресения, да? То есть, святое водное грещение, оно, да, оно есть погребение и воскресение в одном священодействии. Далее апостол Павел говорит, зная, что ветхий нас человек распят с ним. То есть, человеческая ветхая природа должна быть распята с Господом, чтобы упразднено было тело греховное, да, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы этот грех в нашем теле не властвовал над нами. Понимаете? Вот это очень важная ключевая мысль. Далее апостол Павел говорит, дабы нам не быть уже рабами греху. Нам уже не быть рабами греху. То есть, да, вы помните, да, что Господь, когда беседовал с тех, кто книжниками и фарисеями, Иоанн 8 глава, да, сказал, что а тот к тому, кто кому и служит, тот тому и раб, да? И они говорили, нет, мы не рабы никому, да, а Господь говорит, вы как раз-то и не знаете, что вы рабы греха. Да, Иоанна 8 глава, да? Как раз мы видим, да, что вот это учение Ишуа, когда он беседовал со своими соплеменниками, как раз раскрывается уже в применении к жизни церкви римлянам в этой 6 главе, друзья. Дальше мы видим интересное очень утверждение, которое апостол Павел делает. «Ибо умерший освободился от греха». Умерший освободился от греха. И теперь, если же, Павел говорит, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. То есть, как нам понять вот этот стих? Умерший освободился от греха. А какой умерший? От какого греха? Конечно, в контексте этой сей главы, начиная с 1 стиха и далее до конца этой главы, речь не идет о физической смерти. Речь идет о том, кто умер во Христе и со Христом, он свободен от греха, как от оков, которые удерживают его. Он живет в Боге и Бог с ним. Понимаете, да? Поэтому в этом смысле умерший во Христе Иисус, умерший для этого мира, распятый для этого мира и оживший во Христе, он освободился от греха, друзья. Это важно очень правильно этот стих понимать, потому что некоторые культы используют этот текст для того, чтобы не искажать его смысл, берут его вне контекста и пытаются сказать, что тот, кто умирает, он уже освобожден от греха. То есть, любой человек, который умер, он уже не несет вообще ответственности ни за что. Так это же ложь. Это же просто дьявольская ложь, друзья. Это мы ясно писали, написано, что мы читаем послание к евреям по этой теме, друзья. Смотрите. Послание к евреям – это в Новом Завете. Есть важный такой стиль. Сейчас его найду. Посмотрите. Евреям 9.27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд? То есть, если брать вот эти слова римлянам 6.7, что умерший, имеется в виду физически умерший, освободился от греха, то как же тогда понять, что тем, кто умер, а потом будет суд? Если человек, что освободился от греха, за что его уже судить? Если так, это истолково искажать этот текст. Абсолютно неправильно. То есть, речь идет о духовной смерти и духовном освобождении греха при жизни, в этой жизни на земле, во Христе Иисусе, как уже верующие люди. Понимаете, да? Поэтому этот стих надо очень правильно истолковывать. Конкретно культ уже свидетелей сторожевой башни, они как раз берут этот стих, чтобы сказать, что вообще нет никакого греха, что после смерти вообще нет ни суда, ничего, ни воздаяния, ни хорошего, ни плохого, ни ранения. Понимаете? Это ересь. Ересь – это ложь. Понимаете? Поэтому тут ясно контекст указывает, о каком умершем говорится. Это о верующем, о христианине. И освободился он от греха, когда он стал Детем Божьим и ведет жизнь Бога во Христе Иисусе Вишио Мощехи. То есть, контекст ясно дает понять, что имеется в виду. И такой текст, как Евреям 9.27. А иначе будет просто прямое противоречие, которое просто никак невозможно будет понять. Понимаете? Это очень важно понять. Это место священных писаний, друзья. Если у вас есть возможность, друзья, включить ваши камеры, чтобы мы могли видеть друг друга, будет очень хорошо, если можете, пожалуйста. Итак, далее мы продолжаем, друзья. И апостол Павел опять-таки продолжает разбирать эту тему и говорит, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Видите? Если мы умерли со Христом, то есть мы должны умереть со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Имеется в виду в Царстве Господнем, в Царстве Божьем, в Вечетости, в Новом Иерусалиме будем с Ним. И дальше. Зная, что Христос, воскрешивший из мертвых, уже не умирает. Да и аминь. Помните, мы в прошлом году разбирали вместе книгу Откровения Иоанна, последняя книга Библии. И вы помните, как Христос в мощах Ишуа Донай, Господь, открылся апостолу Иоанну на острове Патмос. Помните, Откровение 1 глава. Он там говорит, что он был мертв, и все жив, и все жив во веки веков. То есть Господь, который был мертв, но он ожил. И он живой Бог, и он живой Господь. И мы верим в живого Бога, а не как все религии мира, которые верят в своих лидеров, основателей религий, которые были и исчезли с лица земли. Но мы видим, как Господь, Он победил смерть смертью Своею и воскресением Своим. И так далее. Мы видим следующее провозглашение евангельской истины, евангельского Откровения. Мы читаем следующее. «Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха». Видите, а что живет, то живет для Бога. То есть мы видим, что интересно очень выражение, достаточно редкое выражение. Обратите внимание. Мы знаем и правильно говорим, что Иисус Христос, Ищуа Мащех, Он умер за наши грехи. Конечно же, да и аминь, так говорит Божье Слово. Но здесь мы также видим, что Он умер однажды для греха. Видите, немножко другая формулировка здесь. Он умер для греха. В каком смысле? Очень глубокое откровение. Господь не сделал никакого греха на земле. Он Бога-человек. Он греха никакого не сделал. Он был абсолютно безгрешен. Но в каком-то смысле Он умер однажды для греха. Что-то в духовном мире произошло. Когда Господь совершил эту голговскую жертву, умер на кресте, пролил свою кровь, то в духовном мире произошло то, что Дух Святой открыл Павлу, что Господь Христос умер однажды для греха. Что это до конца значит, я думаю, сложно так на сто процентов сказать. Может быть, у кого-то еще будут какие-то откровения, мысли по этому конкретному выражению. Но я был очень осторожен с истолкованием этих слов. Понимаете? Потому что, мне кажется, они появляются вообще, по-моему, общились вообще один раз здесь только, во всем Новом Завете. Если есть у кого-то какие-то правильные места, которые могут еще глубже раскрыть это, пожалуйста, скажите. Но явно, что тут говорится о смерти Господа на кресте и о том, что произошло вообще с понятием греха в духовном мире. Понимаете? И дальше я просто очень осторожен в истолковании этого выражения, потому что оно особенное, очень глубокое, и, насколько я знаю, вообще появляется однажды только здесь, в этом стихе. Если бы у кого-то есть дополнительные места, или мысли скажете потом. А что живет, то живет для Бога. Ну, конечно же, Господь, да? Он живет для Бога, Отца своего. Далее написано. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Мертвые для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе Господи нашему. Очень понятно. То есть он обращается уже сейчас к верующим. Он берет всегда пример Спасителя, его смерти и воскресения, и проводит параллели с нами, с Церковью, с Детьми Божьими. И далее апостол Павел говорит. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях ваших. То есть царство не должно быть греха. Почему? Потому что умерший освободился от греха, умерший со Христом и во Христе освободился, он уже грех не должен царствовать в нем. И не предавайте членам вашей греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашей Богу в орудие праведности. То есть имеется в виду что? То есть человек, весь человек, его руки, которые раньше делали злом, теперь это руки, которые восполняют Бога. Его глаза, которые смотрели не то, что нужно, не в ту сторону, что нужно. Теперь эти глаза не освещены, и они пролежат к Богу. И они уже орудия правды, через них Бог действует. Наши уши, раньше наши уши могли выслушивать, может быть, ругательство, ложь, клевету, уже свидетельства, какие-то глупости, всякие непонятные, всякого пустословия, какие-то злые переносы информации друг на друга, или какие-то уже учения. То есть теперь эти уши уже нет, эти уши уже принадлежат Богу. Это орудие правды. А наш язык, язык, который раньше мог непонятно, что говорить и делать, теперь этот язык уже орудие правды. Этим языком мы славим Бога, мы не проклинаем никого, мы благословляем. Понимаете, о чем говорит тут апостол Павел? И мы видим, что вот это же учение открывается самим Господом на Нагорной проповеди, например. Читайте Матфея 5, 6, 7. Как раз там Господь и показывает, что значит, что члены наши должны быть в орудии праведности. Там он говорит о языке, там он говорит о глазах, там он говорит о всем человеке. И как это используют? Ноги, ноги, ноги человека. Сегодня многие люди бегают неизвестно куда, кто куда бежит, на какие злые дела, преступления, клевету. Есть многие еретиков, которые бегут и распространяют тьму, ересь, духовную ложь, духовный яд. Но есть многие новые, многие благовестника, многие Божьего раба. Он идет, и этими ногами он провозглашает свет Божий. Этими ногами он попирает всякую силу дьявольскую. Этими ногами он утверждает царство Бога на земле, друзья. И вот в этом и проявляется сила Духа Святого, дорогие. Понимаете? Вот так я вижу эти слова. Грех, стих 14, не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот это очень важный стих, друзья. К сожалению, люди, многие христиане за все века, народы и поколения искажают эти слова. И они берут и говорят, что мы не под законом, но под благодатью. И теперь нам Божий закон не нужен. Теперь можно обойтись без Божьего закона. Это же искажение вообще всего учения, всего, что мы сейчас прочитали до сих пор. Как мы можем быть без закона Божьего, если закон Божий является Божьим установлением для человека на земле? Что же тогда имеет в виду Павел? Обратите внимание, надо понять две части этого стиха, они взаимосвязаны. В стихе 14-й. В начале написано, грех не должен об вами господствовать. То есть он продолжает эту же мысль, что он говорил выше. Грех не должен господствовать верующих, христианах, в делах, словах, поступках. И дальше он говорит, ибо, видите, ибо, таким образом, то есть видите, есть связь между первой частью и предложением второй части. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Теперь поднимается такой вопрос. О каком же законе тут говорит апостол Павел? Обычно, чаще всего, имеется в виду, почти все христиане, все верующие, пастора, говорят, это закон Моисеев. Теперь нам Божий закон не нужен. Как будто закон Моисеев это не закон Бога. Как будто это не закон Христов. Как будто это разные законы. Бог один, его закон один. Но вы теперь под благодатью. Теперь, если вы под благодатью, вы можете делать, как вам благорассудится. Вот такое просто нормативное во всех почти динаминациях толкование, друзья. Я считаю, что это неправильно. Я вижу, друзья, что конкретно вот в этом стихе, и вы поправьте, если вы считаете, что я неправильно вижу, это понимаю. Я тут вижу, друзья, что тут очень ясно и четко есть связь между первой и второй частью. Я думаю, что тут апостол Павел говорит, вы не под законом. Каким законом? Я не думаю, что речь идет о Божьем законе, друзья. Речь идет о законе греха. Потому что о грехе говорится в первой части этого стиха. Он говорит, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. То есть, если понимать, что Павел тут имеет в виду Божий закон, а как же это может быть, сам Павел был, исполнял, жил по Божьим заповедям, что он был беззаконником, так все его главы тогда, и до, все, что он говорил, до этого и после, это вообще непонятно, что тогда получается. Это какое-то самопротиворечие. Понимаете? Но как я вижу здесь, друзья, он имеет в виду именно закон греха. Но, конечно, под благодатью, это Божья благодать, которая явилась к нам через искупительную жертву Иисуса Христа на Голгофском присте. Это апогей всей благодати, которая была всегда. Бог всегда дал, изначально явил благодать, Адаму и Еве еще. Даже Каину явил благодать. И вообще всем грешным людям на земле от начала и до конца это Божья благодать. Друзья, да? Ну, учить, что теперь закон Божий на нас не распространяется, но теперь только на нас распространяется благодать, противоречит вообще всему тому, что мы уже прочитали в этом конкретном послании все, что еще будем читать. Как-то просто, к примеру, друзья, посмотрите, Римлянам 12 глава, например, Римлянам 13 глава, Римлянам 14 глава. Это не есть Божий закон. Это и Божий закон, и благодать. Все вместе здесь открыто нам. Понимаете? Все открывается нам воедино. Но так как это толкуется, толкуется, как бы традиционно в истории церкви, оно создает просто большую суммессию, большое противоречие в головах наших и сводит вообще аргумент Павла вообще ни к чему. Тогда вообще непонятно, что он хочет рассказать. Понимаете, да? То есть, если бы была только ближе вторая часть стиха, еще можно подумать о каком законе. Может быть, речь идет о законе Бога. А тут-то он говорит, грех не должен вами господствовать, «Ибо вы не под законом, но под благодатью». То есть, есть связь первая часть стиха и вторая часть стиха. Может, можно вырвать кусочек. Так обычно многие делают, они вырывают какой-то кусочек и отсюда выводят целую доктрину, целое учение. А все остальное вообще остается непонятно, что и как. Дальше мы видим, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью никак. То есть, понятно, что никак. Он опять это то, с чего начал шестую главу. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для посвышания того и рабы, кому повинуетесь? То есть, повиновение ожидается от детей Божьих. Это повиновение Божьему откровению, Божьей воле. Или рабы греха к смерти, или рабы посвышанию к праведности. Если мы рабы посвышания к праведности, это как раз то, что нам открыто в Писании, что это значит быть рабом посвышания к праведности. Это же не какие-то аморфные непонятные слова, это же конкретно то, что нам открыто Богом в Библии, друзья. И дальше. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Обратите внимание, дорогие друзья, вот вам еще один сильный аргумент прямо из текста. Когда апостол Павел говорит образу учения, учение на иврите это Тора, и закон на иврите это тоже Тора. Понимаете? То есть, если бы апостол Павел имел в виду, что нам вообще закон Божий не нужен, и мы можем быть беззаконниками, то тогда как бы он призывал верующих быть послушными этому образу учения. И когда Павел как иудей, как христианин, как мессианский еврей писал об образе образца учения, он имел в виду учение Писания, Тора Писания, закона Божьего, пророков и Писаний, и, конечно же, учение Иисуса Христа и Шуама Шеха, оно еще тогда не было все записано до конца в одни Павла, да? То есть, оно все формировалось в одни. он не может сам себе противоречить, понимаете, да? Тут он говорит об образе учения, это есть то же самое слово, что значит закон Божий. Вообще, слово Тора, закон, как мы его толкуем, вообще, если дословно перейти, это учение Божье. Учение Божье, друзья. Очень важно понять. И дальше, дальше, послушайте, что мы тут читаем. Предали себя, так, да, образа учения, освободивши же от греха, вы стали рабами праведности. О, аминь. Видите? То есть, если рабы праведности, то есть, есть какой-то образец, да, учения Божьего закона, что это значит, верно, да? И вот, что нам тут дано. Понимаете? То есть, как вот можно взять вырвать один кусочек стиха вообще вне всей главы, вне всего, что было прочитано до и после, из этого просто сделать целое учение, которое вообще неизвестно, куда людей приведет, к беззаконию, друзья. Да? Итак, мы видим здесь, что он говорит освободивши же от греха. Вы помните, что мы читали в седьмом стихе «Ибо умерший освободился от греха?» Павел использует опять этот глагол освободиться, освободился, да? Видите? Видите, друзья? Он как раз показывает, что это речь идет о верующих в седьмом стихе. Это они, умершие, освободились от греха. Они освободились от греха. Да? Видите, какая связь. Да? То есть, читаем, делаем связь, видим, да, те же самые слова. Ясно становится, о чем он говорит апостол Павел. Дальше. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте, беззаконию? Видите? Беззаконие. Оп! Остановитесь, друзья. Как Павел может учить против Божьего закона, если он сейчас начинает обличать беззаконие и беззаконников? Обратите внимание, просто какой аргумент, как развивается аргумент здесь, да? На каждое слово обращайте внимание, дорогие. Как вы, как предали вы члены в рабы нечистоте, беззаконию, на дела беззакония. Видите, опять закон и беззаконие, закон и беззаконие, да? Так, ныне представьте члены ваши и в рабы праведности на дела святые. О, видите, то есть тут призыв уже как к конкретным действиям, а не просто такой вот безмятежной, так сказать, христианской вере, которая вообще ничего не делает, которая вообще все-все равно. Понимаете, это ладикистский дух в христианах верующих, которые говорят, я богат, я ни в чем не имею нужды, и мне вот так все-все есть, у меня и денег полно, я с богом в хороших отношениях и все. Страшное заблуждение, Это не от бога, это не от господа, не от духа святого, друзья. Поэтому это ясно, четко мы видим. То есть бог призывает нас к конкретным, добрым, благословенным действиям, любовь, помощь, добро, милосердие, гостеприимство, духовная помощь, финансовая помощь, молитвенная поддержка, да, ну, понятно, что такие, думаю, все должны понимать, о чем тут говорится. Дальше. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Видите? То есть когда эти верующие, в основном в Риме-то были язычники, ну, там были евреи тоже, но в основном язычники, они же жили вообще по путям страшным, языческим, мерзостям, выдавоконствиям, культизме, сатанизме, вот в чем они жили. Да, конечно, они не были рабами праведности, были рабами дьявола. И дальше. Какой же плод вы имели тогда, Павел говорит, да, в той жизни? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, о каких делах, говорит апостол Павел, друзья? Римлянам первая глава, вы помните, что мы там прочитали, да? Страшное перечисление, да, включая грех Содома, гомосексуализма и тому подобное, все вот это. Об этом тут говорит Павел, друзья. И сегодня пастора благословляют однополые браки. Представляете? И возлагают руки на непонятно кого. Это же просто, действительно, постыдно и ужасно. Потому что конец их смерти. Видите? Конец их смерти. Комментариев даже тут и не нужно. Далее. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, ведь опять освободились, освободились, освободились. Видите? Умерший освободился от греха. Помните это выражение в седьмом стихе, да? Павел фактически опять переповторяет эти же слова немножко в другом таком грамматическом оформлении. Ныне, когда вы уже освободились от греха, да, ибо умерший освободился от греха и стали рабами Богу, да, стали рабами Богу, Богу Израиля, Богу Единому, Всемогущему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Вот ваша святость. Вот это есть Божий плод, которому Господь призывает нас всех, друзья. А конец жизнь вечная. Божий дар. Это Божий дар. Ибо возмездие за грех – смерть. Дар Божий, то есть Божий подарок. Жизнь вечная, уже которую Бог здесь дает сейчас верующим. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Вот так вот я вижу эту главу, друзья. Надеюсь, что что-то, может быть, прояснилось для вас вот через наш разбор. Пожалуйста, может быть, здесь есть краткие, небольшие дополнения или вопрос, может быть, на несколько минут, может. Я хотел бы здесь отметить вот, ну, может быть, три места, которые дополняют немного. Вот, начиная с третьего стиха, мы читаем следующее. Это даже четвертый стих. Четвертый. «Итак мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть здесь это очень важное для нас сегодня практическое применение к нашей жизни вот это погребение, которое совершалось с нами, когда мы крестились в поместных церквях, и когда Господь через это крещение даровал нам возможность уверовать Спасителя, иметь покаяние от всех грехов, и через это Господь даровал нам новую жизнь, потому что именно вот это символическое погребение в воде, погружение в воду означало нашу смерть, смерть месяца Христом, для того, чтобы воскреснуть, восстать, подняться из этой воды, и это означало, что мы теперь обрели новую жизнь, и даем также не просто обрели ее, но, как написано в послании Петра, там говорится, что вот это крещение, это просто не просто омытие от нечистоты своей, но обещание Богу доброй совести, поэтому здесь вот это очень важный момент отметить, насколько важно вообще само крещение, которое мы совершили в своей жизни, именно это крещение, водное крещение, но также мы должны помнить, что мы с вами уже прочитали в Евангелии от Матвея, что сам Иоанн Креститель говорит, что еще следует за мной тот, кто будет крестить ваш духом святым, потому что мы никогда не должны разрывать вот эти два крещения, мы должны понимать, что это крещение, погружение в тело Христа, это тоже является погружением, но только уже для того, чтобы уже тот, который уже уверовал, получил спасение, но продолжил свою жизнь как работник, как соработник Бога, как член тела Христова для того, чтобы Духом Святым совершать вот те великие дела, которые совершал Господь, когда на Него сошел Дух Святой в этом крещении при Ордане, так и нам совершать вот это крещение Духом Святым здесь на земле, это очень важно, о том, о чем мы уже говорили, немножко были проповеди, три проповеди говорилось, а что значит крещение Духом Святым, поэтому я не буду входить в этот вопрос еще более глубоко, я хотел бы просто посмотреть вместе с вами послание Колоссянам 2.12 2.12 написано такие слова Колоссянам, мы быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых, значит мы совершили подобное действие, которое совершило с нашим Господом, когда Он умер и воскрес, а так как мы были с Ним, то есть мы веру и своею, духовную веру, которую Он дал, мы были с Ним, мы с Ним умерли, как умерли кто? Те, кто были в Адаме, в Перамадаме, да, все люди, они тоже умерли во грехе, они стали грешниками, так же, как в Животворящем Адаме, в Иисусе Христе, мы стали свободными, мы стали рабами праведности, мы стали спасенными во Христе учениками. И здесь говорится еще, вот здесь, в третьей главе, вот, Колоссянам, тоже есть очень интересный такой практический урок для нас, для нашей жизни, что же означает для нас то, что мы воскресли со Христом. То есть, здесь написано, третья глава, в первом стихе говорится, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите, ищите горнего, или ищите небесного. То есть, наша жизнь уже совершенно по-другому выглядит, потому что мы с воскресли, и мы живем в обновленной новой жизни, и новым обновленным умом, мы размышляем, видим, ценности наши изменились, мы уже не притянуты к этой земле, а мы здесь в второй стихе говорим, о горнем помышляйте, а не о земном. То есть, наши помышления уже полностью изменены нашим Господом. Мы уже должны иметь что, ум Христов, мы должны иметь чувствование Христовы, и я думаю, вот это очень важный момент, что если в нас происходят такие изменения, если действительно мы видим себя уже по-другому, нежели и когда мы жили без Него, без Его света, без Его прощения грехов, это совершенно иное то, что происходит в нашей жизни. Это можно только передать, словами даже иногда не передашь, потому что это что-то особенное, что Господь совершил для каждого из нас. И здесь, смотрите, говорится, «Ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть вот это смерть, крещение в смерть, она так также необходима, как потом произошло воскрешение наше, воскресение. Поэтому вот когда мы рассуждаем «спасем я», не спасем я, как многие христиане после многих лет жизни своей христианской задаются себе такими вопросами, я думаю, это проблема духовная, то есть каждый христианин должен посмотреть глубоко в свое сердце, чего он достиг с того времени, как он стал жить во Христе. И здесь, видите, вот такой же говорится, такой совет дается. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, зную похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». То есть очень важно умершлять в своей жизни, в нашем неискупленном еще теле, то, что нам будет мешать. Это закон греха, который еще действует в нас и будет действовать, но мы своим Духом Спасенным, которым руководит Дух Святой, помогают нам вести, побеждать вот эти все перечисленные порочные вещи или порочные дела, которые мы творили до того, как Господь нас спас. И я хотел бы это первое, что я хотел сказать. И я также хотел обратить внимание на 10-й стих, который Игаль сказал, что достаточно трудно понять вот эти слова, «Ибо, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Действительно, я тоже особенно так, как бы, не могу с полной уверенностью сказать, что вот то, что я сейчас скажу, то это по-другому истолковать нельзя. Может быть, и можно, но вот так, как я вижу сегодня этот стих, что же он говорит нам, как его как бы истолковать правильно. То есть, здесь говорится, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха». Когда Господь зашел на крест Голгопы, то он своим телом вознес грехи всего человечества, он стал агонцем Божьим, который стал спасителем миру, то есть, для всех людей, родившихся на земле, он стал спасителем, и он в одном месте говорится, что он садился грехом сам. Господь садился грехом, да? Почему? Потому что на него он возложил на свое тело, которое было распято на крест Голгопу, все грехи всех людей, всего человечества. Так получается, что он стал садился грехом. Представляете себе, какую тяжесть греха он взял на свои плечи? И вот тогда здесь встает вопрос. Вопрос такой, что он должен был умереть, если бы он оставался во грехе, то когда он воскрелся, он мог также быть грешным, еще грешником, намного больше, чем другие люди, потому что он взял миллиарды, триллионы грехов на себя всех поколений до второго пришествия. Вы понимаете, какая мысль? И здесь он должен был умереть, то есть оставить вот эту всю тяжесть греха, то есть вот эта победа, которую он держал над смертью, позволила ему освободиться полностью, потому что сатана думал, что он уже взял его в руки, и смерть он не сможет одолеть, но вот посмотрите, что он ее доодолел, и вот что говорит нам именно книга Откровения, говорит такие следующие слова, 18... Да-да-да, просто секундочку, да, я просто хочу сказать, да-да, ты сейчас продолжишь, я просто там должен подойти к Яночке, извиняюсь, если ты можешь продолжить, потом, может, если кто-то захочет сказать, дополнить, пожалуйста, и, может быть, там Виталик, если слышит, сможет помолиться в конце, еще можете пообщаться, хорошо, просто дайте спасибо, чтобы Господь благословил остальную часть нашего близкого разбора, и до среды, друзья, в среду будет молитвенная, в семь часов, пожалуйста, приходите. Слава Богу. Дорогие друзья, так вот, я остановился вот на этой мысли книги Откровения, 18 стих говорит, сам Господь говорит такие слова, и живой, и был мертв, и все живы, во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. То есть, через эти слова мы понимаем, что Господь своей смертью, почему он отдал свою сознательную жизнь, да, он сознательно отдал свою жизнь, это была заповедь Божия, так он взвалил на свои плечи все грехи мира и стал сам грехом, то есть, он должен был своей смертью, да, он должен победить, да, смерть врага, то есть, сатана имел полностью власть над смертью, понимаете, это смерть посла всего человечества, и если бы не вот эта вот его победа Голгофская, когда он одолел своей смертью, открыл врата для всех людей, то есть, он сбросил с себя вот это, вот эти все грехи, да, то есть, он по-прежнему сегодня какой? Безгрешный, причистый, святой, искупитель и спаситель, он наш верный первосвященник по чину Милхоцедока, и при том, что он еще один очень важный момент, послание к евреям говорит о том, что он принес во святилище свою кровь и представил ее Отцу Небесному, это тоже очень важный момент, то есть, он исполнил все, он удовлетворил вот это, все, что падало на Отца, он взял все это тоже на себя, что падало на Духа Святого, на всемогущего Триединого Бога, он снял все, что могло порочить или как-то, как-то, что-то было бы придумано новой сатаной, и поэтому он смог забрать ключи от ада и смерти, оказались у кого? У нашего Господа, и поэтому все силы, все ангельские силы, все власти, все начальства, которые есть в царстве злого, то есть сатаны, они сегодня бессильны, сила у них была забрана, и вот в этом мы тоже должны хорошо понять, вот этот момент, смотрите, он в послании к Колоссянам тоже описан, здесь говорится, 2 глава, 15 стих, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, вы видите, да? То есть, когда он восходил к Богу, к Отцу, он смог совершить вот эту великую победу над всеми силами зла, над сатаной, над всеми его демонами, бесами, над всем он совершил победу, он отнял у них силу, которую они имели, потому что, когда он пришел в первом пришествии, то бесы просто наводнили Израиль, наводнили, мы знаем, сколько одержимых было, сколько было изгнано врагов с этой земли, вы видите, да? Что он этому научил и своих учеников, и поэтому они радовались, когда действительно такие сильных демонов, они изгоняли силы Духа Святого, поэтому вот я хотел вот это обратить ваше внимание, и еще на одно место это это я хотел бы с вами обратить внимание, сейчас я скажу вам, где это находится, это стих восьмой в шестой главе говорит нам, даже не шестой, я извиняюсь, восьмой стих, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. И мы можем с вами открыть второй Тимофею, если вы вместе со мной смотрите, второе послание к Тимофею, и мы здесь читаем следующие очень интересные важные слова, которые также важны для нашей практической жизни, пониманием всего этого учения, о чем мы сегодня говорим вместе с вами. Он здесь говорит апостол Павел своему Тимофею, брату, он говорит следующее, посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. И дальше он говорит очень, вот посмотрите какие слова, верно слово, если мы с ним умерли, то с ним я живем. если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас, если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть я думаю, что это перечисление если говорит о том, что это условие для нас, которые Господь ставит, если мы это делаем, если мы с ним умерли, это тоже очень важно, если мы с ним не умерли, то мы не можем с ним воскреснуть, правильно? То есть вот это мы должны понять, кто сегодня еще не пришел ко Христу пока, то есть он должен понять, что эти шаги человек не сделает, если он не покается, если он не оставит свои грехи, если он не верует во Христа как своего Спасителя, если он не совершит вот это крещение в смерть, и тогда если он не оставит все то, что старое, и не будет просить прощения у Господа, чтобы он простил его на основании крови, которая проливалась за этого человека, вот только тогда эта вера позволит, что человеку прийти по-настоящему Господу, потому что мы, если не понимаем вот этих верных шагов необходимых, то мы не сможем, понимаете, стать настоящими христианами, потому что есть много христиан, которые говорят, что вот он прочитал Библию, во много он поверил, и он сказал, а почему нет, я тоже христианин, а почему нет, я тоже хочу быть в царстве, и так дальше, но Господь вот это не напрасно говорит, если через апостола Павла мы всегда должны понимать, что если мы не выполним всего того, что необходимо исполнить при мудрости Божьей, то тогда мы не можем говорить о том, что да, все уверенно, да, я воскрес, я уже Божий и так дальше, то есть чтобы мы, вот здесь очень важный момент, не подвергать себя самообману или какой-то гордости, здесь сатана может увести любого человека, неверующего, который предпринимает, может быть, искренне, хотел бы, да, стать христианином, но считает, что это не так важно, и что у него на самом деле нет таких грехов, вот есть один человек, которым я много лет уже проповедую ему, и рассказываю, объясняю, и каждый раз он мне задает вопрос, я говорю, ну что же, вот там, Сергей, ты же вот уже слышал много раз, я тебе отвечал на многие вопросы, и ты вроде соглашался со мной, мы вместе с тобой читали писание, все, а он говорит, ну, и он опять возвращается к вопросу, ну что же я такое сделал, за что я должен опять просить прощения, я уже просил, и все, а я говорю, ну, хорошо, ну, допустим, ты покаялся, а почему дальше ты не делаешь следующие важные саги, которые необходимо делать, он говорит, ну, а зачем мне, вот достаточно вот этого, что я сделал, все, и он говорит, Бог же видит, как я себя веду, что я не грешу, что я ничего такого страшного не делаю в своей жизни, поэтому человек, как бы, вот он самоуверен в своей, вот такой вот своих мыслях, в своем понимании, и так он остается и дальше хочет находиться, понимаете, то есть каждый человек может находить миллион всяких оправданий для того, чтобы сказать, почему сегодня он по-настоящему не хочет исполнить то, что говорит Господь Писания, то есть, значит, нету смирения, значит, нету послушания, значит, человек не может примириться с Богом.